В Москве состоялось заседание Российской Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконыр. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, как ключевой был отмечен проект создания космического ракетного комплекса Байтирек. Подтверждена обоюдная заинтересованность Казахстана и России в активизации сотрудничества в этом направлении, сообщает Пресс-служба Аэрокосмического комитета Республики Казахстан. Члены межправкомиссии также рассмотрели вопрос создания свободной экономической зоны Байконыр, цель которой привлечение инвестиций в небюджетных средств на развитие инфраструктуры города, обеспечение социальной гарантией и улучшение условий проживания его жителей. По итогам работы шестого заседания межправительственной комиссии подписан протокол для решения достигнутых договоренностей по дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества на космодроме. Следующее заседание комиссии запланировано на апрель 2020 года в городе Нур-Султан. Завершается вторая пятилетка индустриализации. На этот год запланирован ввод в эксплуатацию четырех крупных производств. О ходе реализации программы сообщило руководство областного управления индустриально-инновационного развития. Среди крупных индустриальных проектов в Шиилийский топонажный цемент, завод мощностью 1 миллион тонн. Он производит пять видов продукции. На сегодня цемент поставляется в Туркестанскую, Актюбинскую и Алматинские области. 7,5 тысяч тонн экспортировано в Узбекистан. Изначальная цель завода – это производство тампонажного цемента. Проектная мощность завода – 1 миллион тонн. 30% будет составлять тампонажный цемент. Он используется в нефтяной и уронодобывающей отраслях. Раньше компании закупали такой цемент у соседних стран – России и Китая. Наша цель – охватить внутренний рынок отечественной продукцией. До конца года планируется запустить четыре новых проекта. Это стекольный завод, завод по производству кобикормов, кирпичный и рыбоперерабатывающий. Так, строительство стекольного завода планируется завершить в конце декабря. На сегодня на стройке задействовано более 190 человек. Только вчера закончился технический аудит со всеми инвесторами, учредителями. В ходе аудита намечено завершить работу до конца года. 99% оборудования от американских производителей. Продолжается освоение свинцово-цинкового месторождения «Шалкиян». Ивана Диева, Баласаус-Хандек. Строится крупный экспортоориентированный местокомбинат мощностью 5000 тонн в год. Иктивсифабрика. Комбинат «Аралтус» с ростом спроса планирует строиться третьего цеха. Айгерим Туриман, Бёрджан Хужамуратов, Турихан Хужахметов, телеканал «Казларда». Продолжаем выпуск. В преддверии Дня Конституции в Казахстане проходит неделя основного закона. В рамках недели специалисты областного департамента юстиции проводят бесплатные юридические консультации для граждан. Очередная консультация состоялась на площадке Центра обслуживания населения. В проведении консультации в рамках недели основного закона задействованы специалисты органов юстиции, палат отчастных судоисполнителей, адвокаты, нотариусы, работники ЗАГСа и ряда других учреждений и организаций. Цель проекта – расширение представления о Конституции и заложенных в ней ценностях, осознание ее роли в достижениях страны, повышение правовой культуры общества. Особое внимание в ходе консультации уделяется молодежи, многодетным инвалидам. Пришла в ЦОН, получила необходимую консультацию у специалистов. Это очень удобно для населения, хороший социальный проект. Все вопросы, которые задают граждане, получают квалифицированный ответ от соответствующих специалистов. До 1 сентября остались считанные дни. Готовность школ к новому учебному году рассмотрена на очередном заседании комиссии городского маслехата с участием представителей сферы образования. В этом году в Казарде пойдут в школу около 64 тысяч учеников. По сравнению с прошлым годом на порядок больше. Для решения проблемы нехватки мест в ряде школ построены пристройки. По данным городского отдела образования, школы областного центра полностью готовы к новому учебному году. Для постоянной поддержки детей из маломущих многодетных семей решено проводить круглый год акцию «Дорога в школу». В этом году в рамках акции помогли собрать в школу в свыше 7 тысяч учеников. Было обращено внимание на необходимость открытия специального фонда или счета для пожертвований, создания базы данных семей. Также внесено предложение об усилении работы школьных инспекторов на особом контроле обеспечения безопасности детей на дорогах. Например, в микрорайоне Байтирек со стороны родителей была выражена беспокойность, где будут учиться дети. Новая школа еще строится. Проблема полностью решена. Дети будут распределены в ближайшие школы, решены и вопросы транспорта. В аральском районе прошла ярмарка свободных вакансий. На ней было представлено 298 рабочих мест. Ярмарки вакансий стали эффективным инструментом трудоустройства и проводятся регулярно. Это 21-е с начала года ярмарка. Ее посетили свыше 100 человек. Практически каждый получил направление на работу. Асель Аралбаева в рамках программы «Молодежная практика» получила направление в район Экимат. Здесь молодой специалист будет работать в течение полугода и сможет подкрепить свой багаж знаний практикой, набраться опыта. В этом году закончила университет по специальности инженер-программист. На ярмарке получила направление на молодежную практику. Это большая возможность для молодых людей, не теряя времени, входить в свою профессию. Двое наших земляков в составе казахстанской сборной выступят на юбилейном 20-м чемпионате мира по боксу, который пройдет с 8 по 22 сентября в городе Екатеринбург. В Казахстан на мировом первенстве представят 8 боксеров. Двое из них казардинцы в весе 75 килограмма выступит Турсын Байкул Ахмед свыше 91 килограмма Камшибе Кункабаев. Отметим, в турнире примут участие 488 спортсменов из 91 страны. Это рекорд в истории проведения чемпионатов мира. Соревнования впервые пройдут в 8 весовых категориях, которые составляют теперь олимпийскую программу. Это было последнее сообщение выпуска нашей новости. Вы можете посмотреть через портал kastrk.kz на сайте телеканала Казлардам. Далее о погоде. Спонсор прогноза погоды – пятизвездочный отель «Султан Плаза». Оставайтесь с нами. До свидания. В жизни каждого человека бывают важные даты и события. Банкетный зал «Балрум» идеально подходит для проведения ваших мероприятий, свадьбы, казузату, юбилея и других важных событий. Вас ждут обновленное меню, лучшие повара, идеальный персонал и цены от 3500 тенге. В подарок – фотосессия и номер в пятизвездочной гостинице «Султан Плаза». Проведите незабываемые торжества в банкетном зале «Балрум». В Арайском районе днем плюс 28, ночью плюс 16. В Казалинском районе днем плюс 29, ночью плюс 17. В Байконыре днем плюс 30, ночью плюс 18. В Карамакшинском районе днем плюс 30, ночью плюс 18. В Жалагарском районе днем плюс 31, ночью плюс 19. В Сардаринском районе днем плюс 32, ночью плюс 20. В Щилийском районе днем плюс 33, ночью плюс 21. В Жанакурганском районе днем плюс 34, ночью плюс 22. В Казарде днем плюс 32, ночью плюс 18. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доллар США 386 тенге 91 тен, евро 430 тенге 9 тен, российский рубль 5 тенге 86 тен, китайский юань 54 тенге 57 тен.